новости за 7 8 марта вчера совсем больной был не смог выпустить но я думаю что сейчас каждый день уже в общем не надо потому что ситуация в целом понятно и она быстро уже не меняется когда наступление украинской пойдет тогда видимо каждый день уже снова буду сейчас какое-то время будет позиционная война потом будет наступление украинском армии надеюсь до конца марта на 8 марта основная новость сша запретила импорт российской нефти почему основная потому что за счет импорта энергоносителей в основном бюджет пополняется к сожалению европа пока в целом не может хотя она сокращает меры уже принимаются по сокращению ввоза энергоносителей но европа она арестовала запасы золотые путина которые там хранятся так как путин полностью зависит от импорта в том числе импорта продуктов практически нереально объявить общую мобилизацию вот еще такая страшилка ходит что сейчас конечно путин войну проигрывает когда он окончательно начнет проигрывать он может общую мобилизацию объявить скорее всего не может потому что если он еще во время посевной мужиков всех пошлет воевать то есть они не будут работать но наоборот их надо будет кормить вооружать и лечить от ран и так далее то тогда точно будет голод и в тылу непонятно что там у него что за хаос у него в тылу наступит он скорее всего не удержит но более-менее всех устраивал потому что не было какого-то бардака такого полного да как бы он все понимают что плохой но как бы он особо-то не взрывался до последние лет двадцать пытался изобразить что у него какой-то все-таки социальный договор есть со средним классом уных особенно щипать не будет у нас да я тоже предприниматель средний класс особенно у нас щипать не будет как бы можно будет болтать можно будет ездить в турцию и так далее сейчас ничего это все нельзя то есть вот свой социальный договор со средним классом он разрушил говорить нельзя ездить нельзя и так далее ощущать себя хотя бы в какой-то степени человеком нельзя к этому привыкли и это дойдет конечно до нижнего класса тоже который тоже в определенный такой был но он был сыт обут путинский режим все-таки плохо но гарантировал ему какие-то какой-то вот уровень материальный да сейчас он ему не будет его гарантировать будет гарантировать что ты умрешь с голоду или тебя пошлют на войну бессмысленную там убьют невероятно что режиму стоит таких условиях потому что он шатался и ранее когда было все сравнительно благополучно поэтому не знаю чего не будут делать продолжается маразм с репрессиями в частности санкт-петербурге человек держал плакат нет войне и его за это 35 тысяч рублей штрафовали потому что он выражал свое мнение и формировал мнение окружающих о том что там война а не спецоперация ну и что так он по конституции имеет право выражать это свое мнение естественно при этом формирует мнение окружающих когда он выражает но вообще ройзман и другие депутаты они открыто пишут что война ройзман регулярно выдает твиты что это самая бессмысленная идиотская и бездарная война которую россия когда-либо вела с чем я полностью с ройзманом согласен то есть это не вот на улицах видимо пока ловят кого могут на фейсбуке было что священника одного тоже который сказал пропасть что нехорошо убивать христиан я хотя не православной конфессии он тоже христианин тут я солидарен наконец-то вот у священника проснулась христианская его совесть крайне не хорошо убивать братьев наших во христе и христос не только не велит устраивать войны но наоборот призывает терпеть недостатки и проблемы наших братьев о чем в общем то все с детства знают я не знаю чем в школе евангелия не рассказывали лечу мама не показала что тут может быть неясно в этой христианской позиции потому что мы против войны но мы за то чтобы исправлять даже врагов любовью ну вот священник какой-то это все высказала его тоже значит штрафанули не к сожалению не успел эту всю новостную информацию схватить поэтому пересказываю уже просто как слухи это все из соц сетей я просто не успел засканировать и сфотографировать там были ссылки китайская сеть тип ток остановила деятельность потому что она не понимает как теперь она будет за безопасность пользователей когда приняли такой непонятный абсолютно закон не хватает непонятно за что на самом деле этот закон о фейках тоже в китайскую логику не укладывается в в китайской литературе культуре довольно много историй как там мать проклинает войну любую войну да там люди проклинают войну война в китайских фильмах обычно такая ужасная независимо от того справедливы или нет да вообще по любым то есть тут их по христианскими по мусульманскими по по китайским понятиям но имеет право мать говорить что она против войны и они хочешь чтобы ее сына на войну посылали это ее святое право обычные люди обычно против этой войны же всегда против любой войны потому что они в первую очередь страдают и не понимают зачем это почему они не могут где-нибудь в тик токи об этом сказать россия запрещает именно это то есть просто вообще говорить о том что они против этого так это полный абсурд тик ток просто закрылся а эти то у нас же китайская сеть китай вроде как союзник россии у нас вечно там по по всей эстраде продвигали этот тик ток до нашего правительства как могла его вытаскивала тик ток тик ток а теперь тик ток же и закрылся отказался с ними работать после такого закона абсолютно античеловеческого ни в какие национальные понятия не укладываются ну и вот значит крупнейшие достижения у нас россии это у нас курс доллара причем это даже за вчера то есть вчера он уже сто тридцать семь был и сейчас говорят уже больше 150 причем резко да мы видим что он в принципе он был стабильным поднялись даже цены на эту самую нефть и даже могли его и понизить он в общем-то и частично снижался экономическая на самом деле была благоприятная сравнительно ситуация еще в начале февраля вот вместо этих всех проектов занялись лучшей экономикой бы да улучшили бы гражданам их жизнь вместо этого экономику полностью обрушили курс доллара рухнул и по всей видимости сейчас 150 как мы знаем он практически не возвращается дамы по четырнадцатому году и по другим забегом курса мы знаем что но может быть он немножко отыграется теперь там может быть процентов на 20 вот как раньше было назад он скорее всего все уже не вернется так и будет я думаю что минимум 200 он пробьет если все это безумие продолжится и скорее всего так потом после войны может быть так вот на 200 стабилизируется ну это так очень приблизительно я не финансовый аналитик посмотрим что будет но до 80 никогда по всей видимости не вернется ну судя по предыдущим но что-то в валюте разбирается может что-то что-то расскажет правительство россии утвердила список недружественных стран в которые попали почти все страны хоть сколько-нибудь развиты дружественные страны у нас сейчас сирии эритре к ндр там и так далее вот это друзья россии то есть довел до экономического краха и полной политической изоляции слухи про биологическое оружие не знаю не стал даже выдирать последние два-три дня чтобы оправдать вот это все сумасшествие очередная пошла значит фальсификацию что как бы украина биологическое оружие разрабатывать никаких серьезных аргументов не приводится и такие вещи должна будет установить комиссии если даже вот будет разбирательство да должна какая-то же комиссия из нейтральных стран установить а в этом конфликте нейтральных стран нет в этом конфликте все страны против россии то есть россия просто не докажет так она одна из сторон конфликта и просто не поверит а какого-то нейтрального арбитра чтобы он мог разобрать этот вопрос и установить просто нет что касается фронта ну вот украинские сводки как правило примерно ту же ситуацию все время сообщают с упором на оборону мариуполя вот она карта ну на юге до последние пару дней пишут что этот прорыв на вознесенск то есть пытаются все таки обойти николаев на крывой урок в периодически продаваются колонны но их вроде как уничтожают чем закончится вот этот вознесенский прорыв непонятно наступление на запорожье постоянно рапортуют какие-то небольшие города они там берут но так запорожье к самому не продвинулись мариуполь блокировал кра эта карта ватников красные это их мечты это не то что они заняли это куда они хотят сплошняком они тоже преждевременно красят это территории не контролируются в основном там контролируются дороги на этих территориях на которых работают дерги украинские учитывая что основные центры и областные и районы не контролируются но в осаде там какой-то сплошной администрации видимо нет российской но вот наиболее опасные настоящие моменты о чем уже тоже второй день говорят сосредоточили в районе киева все наиболее боеспособные части в частности известную вот эту пвк вагнер которая постоянно за россию воюет то есть лучших там боевиков чеченских боевиков и так далее то есть все максимально силы которые у них есть они сосредоточили в районе киева вероятно завтра опять они пойдут штурмовать киев как уже снова взяли они города там эти буча гастомель который под киевом некоторые ранее отбили украинцы и вот по всей видимости 9 будет очередной штурм киева но на учитывая то что происходит по всей видимости будет отбит в общем пока на фронте без особых перемен основные бои под мариуполем под киевом и под николаевом пожалуй вот все что можно сказать по этому поводу